Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперника в синем углу. Боец из города Кострома, ему 26 лет, рост 183 сантиметра, вес 77 килограммов, 550 граммов. Профессиональный дебют. Представляет бойцовский клуб Кострома Владислав Фунтов. Его соперник в красном углу из города Красноярск, ему 29 лет, рост 179 сантиметров, вес 76 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд. Один бой, одно поражение. Представляет авторскую школу Шторм Василий Чернявский. Рефери в октагоне Вячеслав Киселев. Бойцы на середину. Итак, правила помним и забываем. Работаем два раунда по пять минут. Внимательно слушаем мои команды, уважаем друг друга, деремся честно, защищаем себя все время. Руки пожали. По вестам. Я уже жду, когда какой-нибудь рефери скажет свистать всех наверх. Сури. Поединка. Все свои какие-то реплики. Но, в общем, не важно. Главное, это поединок. Но Вячеслав Киселев дает команду о начале поединка. Так, ну что, стойку ждем? Я вот тут вообще думаю, борьбы не будет как таковой. Боксер против кикбоксера. Зачем им этот партер? Посмотрим, посмотрим, коллега. Хороший хайкик от Владислава Фунтова. Фунтов так немножко подзабрал инициативу, поджал. Хорошая попытка удара в туловище, да. Он в этом зале уже дрался. Может, это дает ему небольшое преимущество. Хорошо, справа попадает. И сразу размен. Попытка хайкика на руках была там на месте. Хорошая, яркая стойка сразу. Чернявский пока подзажался немножко. Правый оверхенд полетел мощный от Фунтова, но в блок. Ощущение, что пока не включился здесь Василий Чернявский. Немножко, немножко так. Как будто с небольшой задержкой на все реагирует. Но все-таки, возможно, давно он не дрался вот именно в профессиональном ММА. Чуть-чуть так адаптируется пока. Ну, время есть. Два по пять. По-хорошему времени даже больше, чем в кикбоксинге, кстати. Да, но Фунтов заряжает двойкой. И там опять левым прямым. Хороший мидл. Такой прямо четко в корпус зашел у Фунтова. Пока ударная техника Владислава поопаснее выглядит. Так, решил немножко потянуть на себя здесь Фунтов. Чернявский давит, но вот атак нет. Да, вроде он подходит без ударов, но вот так все с одиночными. Очень высоко держит он руки, потому что, я думаю, он прочувствовал ту мощную двойку от Фунтова в самом начале раунда. Фунтов опять так через финты, но атаковать не стал. В туловище слева. А тут отвечает, кстати, Чернявский справа. Куда-то в грудь попал. Да, не дотянулся. Не самое уязвимое место. Ну, целился в голову, не дотянулся. Так и есть. Ох, в корпус четко встретил по боксерски Фунтов, конечно. Технику видно. Ну и так по статистике точно. Ой-ой-ой, и снова правой туда залетает. Точно такой же удар. Туда же, под левую руку правым. Абсолютно вот это боксерская техника, контрудара. Ну, таких еще 3-4, и можно и в нокдаун соперника отправить. Первая половина стартового раунда у нас только-только подошла к середине. Такой получается классический правша у нас Владислав. Правой рукой заряжает прилично. Дернул, но почувствовал Фунтов, что будет проход, и вовремя разорвал дистанцию. Чернявский пытается подобраться поближе. Возможно, хочет где-то зацепиться в клинче, попробовать перевести. Как-то медленно бьет Василий, мне показалось. По скорости он серьезно уступает своему сопернику. Ниже пояса там. Ниже пояса. Повнимательнее к уровню. Ну, не специально, навстречу, наверное, было больше. Готов? Уверен? Внимательное время. Бойцы. Бой! Вроде ничего страшного. Никто не в обиде. И мы продолжаем. Ох, и опять туда правая прямая. И снова тот же самый правый, наверное, через руку. И даже в разменах, мне кажется, точнее остается Фунтов. Опа! А вот теперь переход. А вот так вот. Нет, был неправ. Все, извините. Мой прогноз не сбылся. Вот так вот. Базовый боксер решил показать, что он потянул борьбу. Ручка под подбородком, если я не ошибаюсь. Не видно с нашей позиции, насколько плохо. Если честно, по трансляции тоже пока не видно. Там сложно, сложно. Я думаю, будет Владиславу. Да, отпускает. И сверху оказывается Василий. И это большущий шанс в концовке первого раунда. Достает голову там Чернявский. Будет ли работать. Пытается сейчас за счет ног выйти из этого положения Владислав Фунтов. Пока безуспешно. Локтем снизу пытается так отстреливаться левым. Просят обойти ноги там для Чернявского. Ну, возможно ли это в его позиции поднимается, кстати, на ноги здесь Василий. Хорошо коленом там на подъеме успел цепануть. Короткие локти от Фунтова. 30 секунд. Подхватывает. Но одну новую Чернявский. И этого не хватает. И снова локти подключает здесь Фунтов. Снова идет за еще одним тейкдауном. Видимо, Чернявский. Но получится ли? Поднимает. Да, и под концовку еще раз. Флэм. Красивый, амплитудный. 1-1 по тейкдауну у нас в первом раунде. Да. Концовка. А вот уже и не таким односторонним получается первый раунд. От этого продолжение боя будет только интереснее. Вот так пойдет. Топ. Второй раунд. Готовы? Борь. Ну что, друзья, давайте дальше смотреть. Поединок базовых боксеров и кикбоксеров, который оказался во второй половине первого раунда в партере у нас. Второй, он же заключительный. Это раунд. Это также двухраундовый поединок. Последний в карте. Да. Потом нас ожидает только трехраундовый. Да, да. А вот смотрите, здесь, да, Чернявский решил побороться. Стопроцентное предсказание от угла Владислава. Он будет в борьбу сейчас лезть. Проходит одна секунда с этой подсказки и Василий переводит. Почувствовал Чернявский, что Фунтов в борьбе с ним не справляется. Хорошо, да, обе ноги так стаскивает сюда, все-таки на канвас. Стаскивает вниз и улучшает позицию. Ну, нужно тут вставать, Фунтову. Ну, дает ему это сделать соперник. Клинч у нас у сетки. Будет еще один слэм от Василия, интересно. В первом раунде получилось красиво и амплитудно. Попытка в одну ногу там пройти снова от Василия. Чернявский атакует. Освободился Фунтов. Здесь нужно перестреливать в стойке. Вот вопрос, насколько, да, закислится здесь все-таки у Фунтов. Все-таки скорость немножко эта синизит, возможно. Хорошо в размене. Но уже и увереннее стал смотреться по размене Чернявский, как он так меньше опасаться стал. Нет той бешеной скоростью, которая была в первом раунде у Фунтова. Подизмотал, подизмотал борьбой все-таки Василий. И вновь пытается пройти в ноги. Закислил немножко, да, там своего соперника. Здесь Василий. Ширеноги, ширеноги подсказывают Владиславу Фунтову. Пытался сейчас поднять соперника Чернявский, уже не смог. Сил уже не так много, как в первом отрезке. Снова двойка. Та же самая, да. Афунтов понимает, что он ее часто попадает. Другой апперкот. Но там руки были хорошо на месте. У головы плотно их держит, кстати. Отмечали мы уже, что Василий плотно перекрывается. Видимо, не зря. И несмотря на это, хорошее колено от Фунтова. Вот это разнообразие умеет. Работа в стойке очень чуткая у Фунтова. Вот эти контратаки, контратары. И он гораздо точнее все-таки. Он очень много попадает в ударах. Да, он быстрее вот так снова вернулся. Он может не так много бьет, но процент попаданий очень высокий. И это признак мастерства. Снова проход в одну ногу здесь от Чернявского. Удастся ли ему провести тейкдаун? Подхватывает вторую. Стаскивает. Стаскивает. Посадил на канвас Фунтова. И зажал ноги сейчас Чернявский. Пытается нанести ущерб вот этими своими ударами короткими справа. Фунтов, кстати, так не залеживается. Сразу пытается подняться. И при этом тоже начинает наносить удар. Поэтому каких-то больших дивидендов из этого положения Василий Чернявский, мне кажется, не извлекает. И напропускал по корпусу Чернявский. Задышал прям слышно. Но при этом контроль от него. Ой, колено чистое. Хорошо, мидл. Корпус был открыт. Серия от Фунтова. Корпусом жертвует ради головы Чернявский. И колено в прыжке. Вот, вот то, что нужно, наверное, Фунтову для победы. Да, вот так надо было работать Владиславу, конечно. Полторы минуты у нас до конца. Еще одно туда втыкает. Ну, просто такую памятную. Мощно. Но сил очень много на эти удары ушло. Почувствовал, что Чернявский вымахивается. И теперь Фунтов пошел переводить неудачно. Спроу от Чернявского очень в свое время. Кличку сетки у нас опять. Попытка забрать перевод. Подобенно и захват. Сделал так. Так, и перевел. Перевел Чернявский. Пока очень близкий бой. Еще минута впереди. Но если дойдет до решения судей, я им не завидую. Концовка. Концовка нужна и тому, и другому спортсмену. Да, бойцу. Начинает показывать активность сверху Чернявский. Сейчас пока больше похоже на то, что Василий концовку будет забирать. Учитывая, в каком он выгодном положении. Владиславу Фунтову нельзя здесь залеживаться. И нужно пытаться подняться во что бы то ни стало. Да. Для него это очень важно сейчас. 30 секунд остается. Если силы здесь все-таки подняться у Фунтова. 3 секунды, я баку. Жив, что, Макс, жив. 3 секунды, я баку. Еще, молодец. Еще. Ну, а Чернявский делает пока все правильно. Он показывает активность, выбрасывает удары. И планирует довести вот так вот поединок до финального. Финальной сирены вот в таком положении. Короткие удары справа от Чернявского. Пошли кто-то другой в концовку, решили включиться. Больше ударов сверху, конечно же, от Василия. И ждем судейского вердикта. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке победу. Единогласным решением судей одержал Владислав Фунтов.